Позвольте представить вам отчет главы города о своей деятельности и деятельности администрации города Саров за 2020 год. Ключевым и важным событием является то, что Саров сохранил свое место в рейтинге городов с оценкой уровня социально-экономического развития территорий. Мы уже достаточно длительное время занимаем четвертое место, надежно занимаем это по интегральному показателю оценка качества жизни в городе выше среднего. Город остается привлекателен, привлекательным для желающих в нем жить, к нам стремятся. Город на фоне других территорий Нижегородской области достаточно хорошо благоустроен и мы вызываем хорошую зависть у наших коллег, но тем не менее, мы видим еще куда здесь стремиться. И тем не менее, подчеркну, мы занимаем почетное четвертое место из 52 муниципальных районов городских округов Нижегородской области. Рассмотрим деятельность Департамента финансов. Ключевые события и самым важным событием это рост доходов бюджета города Саров. Самым важным событием это ликвидация 2020 года, является ликвидация муниципального долга, что на конец года мы обнулили муниципальный долг. Я считаю это очень значимым достижением для Департамента финансов, который еще раз подчеркивает их значительную плодотворную работу. Структура расходов бюджета для города Сарова традиционна. Большая половина уходит на направление образования. Если посмотреть рост доходов, то есть так или иначе у нас есть положительная динамика. 2020 год не стал исключением. Город в финансовой части растет, задачи растут. Тем не менее, понятно, есть над чем поработать. Самая важная таблица, сводная таблица в области экономического развития города, о которой много споров. Вопросы привлечения инвестиций в основной капитал. Понятно, что основную большую часть этих инвестиций делает наше городообразующее предприятие, ядерный центр. И от его показателей зависят показатели всего города, так как экономика ядерного центра занимает значимую роль. После проработок с вами, после проработок с своими коллегами, были, в принципе, еще на этапе создания такого проекта, как меморандум, было принято идеей, принято в работу выделить экономику ядерного центра от экономики города. Неожиданно для нас это оказалось достаточно сложно, потому что, по техническим причинам, потому что субъекты малого предпринимательства не имеют в своих обязательствах такую позицию, как отчетность перед администрацией. И оказалось достаточно сложно получить достоверную картину по их инвестициям. Скажу, скажем так, удалось собрать не более 20% данных за 2020 год. Так как задачу мы себя не снимаем, и в 2021 году мы ведем сплошной статистический контроль, и поэтому на 2022 год у нас будет полноценная картинка на тему движения и поступления инвестиций в основной капитал, чтобы мы могли уже достоверно разделять экономику города и экономику субъектов малого и среднего предпринимательства. Удается решать жилищные вопросы наших горожан не с той скоростью, как им бы хотелось, но, тем не менее, динамика есть положительная. Город растет. Понятно, что это не естественные прибыли, это миграционные изменения, но, тем не менее, город растет. И на текущий момент мы уже превысили 96 тысяч жителей в городе и, надеемся, достигнем в очевидном будущем 100 тысяч. Средняя заработная плата по городу. Мы имеем очень хорошие, высокие достижения по ядерному центру, благодаря которому очень высокие цифры по средней заработной плате по городу в оценках всего города. Но если смотреть разрез, то, к сожалению, мы столкнулись с ситуацией, что предприятия муниципального сектора, сотрудники этих предприятий, имеют практически в три раза меньше доход, чем сотрудники ядерного центра. Исходя из этого, мы имеем ситуацию с рынком труда в городе, когда идет активное перераспределение, вымывание ключевых специалистов с муниципального сектора в сторону ядерного центра. Также отсюда же возникают проблемы у наших малых предпринимателей, у малых предприятий, индивидуальных предпринимателей с вопросами привлечения, с возможностью привлечения специалистов достаточного качества для реализации их задач. Это значительная проблема, она требует комплексного решения, и, скажем так, в ближайшие годы мы вынуждены будем ее решать тем или иным способом. Купательная способность жителей Сарова все-таки растет, и она выше, чем, как говорится, у жителей в среднем и у жителей Нижегородской области. Ну, это еще раз подчеркивает, что Саров, город, находится на более высоком уровне, чем среднее и среднее муниципальное образование по Нижегородской области. Очень значительный объем финансовых средств и просто трудозатрат был направлен на меры поддержки индивидуальных предпринимателей, малосредних бизнесов в период пандемии. То есть, итого было направлено более 23 миллионов рублей. Департамент архитектуры и градостроительства. В 2020 году была проведена серьезная работа данной структуры, проведено 11 публичных слушаний, был выигран грант всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, проработаны, представлены дизайн-проекты на развитие города. То есть, хочется сказать, что работа ведется активно, и проводилась, и ведется активно в рамках того, что город надо развивать, объектов, задуманных объектов создано много, и благодаря активным жителям, благодаря вам, депутаты, у нас есть куда направить силы для развития нашего города. Важным направлением деятельности Департамента городского хозяйства это организация транспортного обслуживания населения. В целом, сеть, транспортная сеть города и обеспечение транспортным обслуживанием удовлетворяет. Население, есть масса нареканий в части качества дорожного покрытия, но, тем не менее, проведены значительные, за 2020 год, значительные улучшения ситуации в области организации дорожного движения. Мы переходим к системе возможности управления светофорными объектами в плане, в оперативном режиме изменения их режима работы для снижения загрузки дорог в наши часы пик. Также идет активное оснащение по заявлениям как граждан, так и организации дорожными знаками предприятий. Ну, и стандартные вопросы безопасности дорожного движения в части установления искусственных неровностей, которые также, с одной стороны, вызывают, скажем так, просят граждане, с другой, вызывают нарекания автомобилистов. То есть мы имеем стандартный баланс, как говорится, разных интересов наших жителей. То есть еще раз хочу сказать, что в данном случае данное направление также реализовано с удовлетворительной оценкой. Программа поддержки местных инициатив, которая реализуется также Департаментом городского хозяйства, важное направление, которое позволяет, которое опробовано в нашей стране, которое позволяет действительно улучшить конкретные территории, малые территории. Да, это связано исключительно с активностью местных, местных проживающих на территории горожан. Не все активно принимают участие, плюс мы тоже понимаем, что есть периодические сложности с изменением критериев оценки, но, тем не менее, данная программа работает. Департамент образования. Как вы видели, как знаете, что половина бюджета города направлена на деятельность данной структуры. Это действительно ключевая вещь, ключевое направление. Это наше будущее. И от того, в каких условиях растут наши дети и какое образование они получают, мы должны понимать и оценивать, что именно такое будущее у нашего города и будет. Понятно, что у нас значительный недоремонт по школам. Идет активное взаимодействие с Министерством образования, которые, в свою очередь, конечно, говорят о том, что ситуация в Сарове все-таки кратно лучше, чем в других муниципалитетах, и просят нас умерить аппетиты. Тем не менее, работа идет. У нас есть учебные заведения, которые требуют срочного ремонта. Мы готовимся к следующим ремонтам. Что хочется сказать? Завершены два капитальных ремонта в детских садах. Детского сада 44 и 10 школы. Идет активная работа по школе Назорге. Непростая работа. Она продолжится в 2021 году. Что хочется сказать? Понятно, что данная программа ремонтов образовательных учреждений крайне недофинансирована. Но, тем не менее, работы ведутся. Работы ведутся активно, как в организационном плане, так и в техническом. Если смотреть сводные количественные показатели деятельности Департамента образования, мы имеем, к сожалению, некую убыль наших воспитанников, из которых мы делаем вывод, что число детей в городе уменьшается. Это для нас, скажем так, заметный риск. И наша задача, чтобы город самовоспроизводился. То есть, наша задача привлекать молодых людей, молодые семьи, чтобы число детей росло. У нас есть хорошие показатели по обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях. Она растет, данные показатели. Тут связано непосредственно с нашей работой и с уменьшением числа детей. У нас здесь идут активные споры с Нижегородской области в плане, как трактовать данное число. Опять же, те показатели, которые мы заявили для себя, для нашего города, мы считаем невозможными к снижению. И у нас, значит, серьезные обсуждения идут с Нижегородской областью в плане того, что они требуют, чтобы мы критерии качества для себя немного уменьшали. Мы на это не идем, но, тем не менее, работа непростая. Департамент культуры и искусства занимается несколькими видами деятельности. К сожалению, наверное, на него было максимальное влияние именно ковидных дел в части 2020 года, потому что именно в этой сфере реализуется большинство массовых мероприятий, и, соответственно, именно сюда было наложено максимальное ограничение. Поэтому здесь мы имеем значительное снижение показателей по зрителям, по сыгранным спектаклям, по посещениям экскурсий и вообще общим мероприятиям. Тем не менее, работа проводилась активной, департамент перестроился на онлайн-работу. Но в целом оценки деятельности данной структуры положительные. Поэтому, как говорится, если бы не ковид, я думаю, здесь были бы очень хорошие цифры, которые позволили бы, наверное, даже гордиться своими достижениями. По дополнительному образованию ситуация вам представлена. То есть мы имеем все-таки хорошие показатели по числу лауреатов и дипломантов. В основном это, как говорится, наши дети. То есть они у нас талантливые, и наша задача – предоставить им эти условия. Департамент по делам молодежи и спорта. Дарный департамент реализует молодежную политику, координирует деятельность общественных объединений и клубов. Здесь представлены количественные показатели работы данного департамента. То есть работа в 2020 году продолжалась, показатели достойные. Понятно, что, опять же, здесь у них связана деятельность с ограничениями в рамках ковидных наших историй. Работа в области развития физической культуры и спорта – знаковые события, важные, традиционные события для города, часть которых удалось провести до ковидных дел, прошли на хорошем высоком уровне. Понятно, что после наложения ограничений мы перешли в онлайн-формат. Тем не менее, департамент искал возможности взаимодействия с населением, с молодежью, и мы имеем все равно значительные результаты. Мы дали возможность людям выполнить тесты ГТО, получили знаки отличия. То есть мы имеем показатели роста людей, которые занимаются тематически, занимаются физкультурой. Также в зоне ответственности департамента по делам молодежи и спорта – это организация отдыха, оздоровления, занятости детей. Здесь, к сожалению, максимальное влияние ковида в области оздоровления детей, те ограничения, с которыми мы столкнулись. С другой стороны, если смотреть по результатам направлений физическая культура, именно задействование детей в этом направлении, то есть мы имеем очень достойные результаты в области спорта. Отдел социальной политики. Отдел занимается работой с грантами социально ориентированными некоммерческими организациями. Проведено 4 конкурса, представлено 13 грантов на сумму 4,5 миллиона рублей, чуть поболее. Эта работа известна тем, кто живет в этой сфере. Работа непростая, и она позволила поддержать некоммерческие организации, для социальной некоммерческой организации, которые делают доброе дело, ведут хорошее направление для жизни нашего города, для горожан. И эта сфера жизни очень востребована. В структуре администрации есть отдел управления проектами. Мы понимаем, что мы не можем оставаться в стороне от тех вызовов, что сейчас стоят перед страной, перед губернией. И в рамках той политики, которая реализуется на уровне губернии, мы также занимаемся деятельностью бережливого производства, реализуем ПСР-проекты в режиме активного взаимодействия с корпорацией «Росатом». Данная сфера очень актуальна и реализуется именно отделом управления проектами. То есть сейчас, в конце прошлого года, принято решение, что все национальные проекты, реализуемые в городе, будут реализовываться с использованием инструментов производственной системы «Росатома». Отдельной сферой хочется отметить то, что проект «Умный город» стал призером конкурса и привлек в город дополнительные 45 миллионов рублей. То есть данная сфера жизни показывает то, что Саров является цифровым городом, имеет свой цифровой бренд, и мы на уровне всей Российской Федерации занимаем очень-очень достойное место в области оцифровки процессов деятельности города. Если подытожить деятельность администрации города, то ключевыми достижениями здесь хочется показать то, что бюджет города растет. Более того, 2020 год мы закончили в профиците. Все необходимые программы нами реализованы. Ликвидированы муниципальный долг, удачно реализованы национальные проекты, реализованы проекты городского развития. Саров представлен на очень-очень достойном уровне, на уровне как на федеральном, так и на региональных мероприятиях. И уровень жизни населения имеет положительную динамику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова